Протест набирает обороты. Несколько сотен недовольных ивановцев в минувшую субботу собрались в центре города на массовый митинг-шествие. 5 мая аналогичные акции прошли во многих городах России. Опальный политик Алексей Навальный призвал несогласных с действующей властью граждан в очередной раз выйти на улицы. Толпа прошла с плакатами от площади Ленина до Дворца искусств. Я пришла сюда, потому что я не согласна с тем, что Владимир Путин будет править еще 6 лет. Я за него не голосовала, я поддерживала забастовку избирателей. Меня не устраивает то, что происходит в нашей стране. Зарплата моей мамы, которая работает учителем, 15 тысяч рублей. Я считаю, так жить невозможно. Протестная акция примечательна в первую очередь выбором места проведения. Если ранее это был мемориал «Красная талка» или «Сквер у цирка», то теперь это центральная площадь города. Городские власти митинг не согласовали, сославшись на то, что площадки уже заняты. Вот так выглядит согласованной мэрией пикет на несколько человек. Несмотря на риск задержания и штрафы за организацию и участие в несогласованной акции, ивановцы все же вышли на улицу с политическими требованиями. Коррупция, нищета, бесправие и, ну что, закрывается вся свобода слова. Сюда я пришел, чтобы, наконец, Путин услышал, что карт-бланш ему дали не просто так последние шесть лет. Это последние, вот я уже под 70 лет демократ, так сказать, это последняя надежда, что он хотя бы что-то сделает для простого народа. Во всей стране стражи порядка задержали несколько сотен человек. Ивановские полицейские митингующих не трогали. Впрочем, сказать, что акция прошла гладко, нельзя. Чтобы заглушить голоса протестующих, музыку в уличных колонках на площади Пушкина сделали значительно громче. Несмотря на это, больше часа люди выходили на импровизированную сцену и выступали перед единомышленниками. Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Максим Серебряков, Анатолий Лодинов, РТВ, Иваново.